Приветствую вас. Прежде чем ответить на вопрос, который вы задаёте, я бы хотел вас спросить вот о чём. А почему вы интересуетесь мотивами мужчины? То есть, ну, человек хочет вам помочь, условно говоря, человек хочет что-то сделать. Для вас, да? Человек хочет как-то вам, ну, помочь, в общем. Вот. Почему вы спрашиваете о его мотивах? То есть, вы, как, вы сомневаетесь в том, что он делает, вы боитесь чего-то или ещё какие-то есть моменты. То есть, вот насколько вы уверены сами, да, вот в том, что делаете? Насколько вы уверены? И уверены ли вы вообще? То есть, если вы боитесь сами чего-то, то лучше, конечно, не делать этого. Если вы боитесь сами, там, например, от того, что мужчина чего-то хочет взамен, если вы боитесь, что мужчина таким образом вас использует, если вы чего-то ещё боитесь, вот. То, наверное, лучше не стоит, наверное, лучше не стоит вообще принимать его помощь, в какой-нибудь случае, вот. Ну, а вам, само, необходимо поработать, конечно, с вашими страхами, которые вас в данном случае, ну, я так полагаю, что есть, если мы говорим о мужчинах. Далее, значит, причин, по которым мужчина может вам помогать, несколько, несколько причин. Первая причина, это самая, самая такая банальная, самая лежащая на поверхности, это причина в том, что у него есть, прям, какие-то чувства, до свидания, не безразличные. Но для этого нужно, чтобы это подтвердить или опровергнуть, нужно поисследовать немножко, немножко историю ваших отношений, вот. Как вы познакомились с мужчиной, где вы познакомились с мужчиной, вот. Что вас объединяет, что вас, что вас связывает друг к другу, вот такие вещи могли бы подсказать несколько лучше, есть ли у него симпатия, допустим, к вам или нет. То есть, чувствует ли он что-либо к вам, вот. Это первое. Второе, это его какие-то, ну, его какие-то цели. Какие-то его желания, какая-то выгода, вот. То есть у человека, ну, должна быть какой-то результат от того, что он делает. Вот. Это такой аспект. Далее, у мужчины может быть чувство вины, то есть чувство в качестве компенсации. Необходимость в компенсации и того, что он там, ну вот, когда-то совершил, когда-то сделал, то есть вы для него выступаете в качестве компенсации. Знаете, на самом деле, по большому счету вам причины его поведения вообще-то говоря не важны, потому что от этого мало что меняется. Я серьезно говорю, что от этого мало что меняется. От того что вы знаете причины, ну причины по которым он себя так ведет, к примеру. Почему? Потому что эти причины вы сами досконально, вы сами досконально никогда не узнаете. В силу того, что он вам об этом не скажет или скажет, но очень, ну очень позднее, очень позднее, когда вам уже это, например, будет, ну не нужно. Скорее всего. Поэтому здесь ориентироваться лучше на себя. Именно на себя, на то что вам хочется, на то что вам, именно вам нужно. Вот. Вот. И на то что вы готовы, там, условно говоря, предоставить человеку. Если вы готовы, позволить человеку сделать что-то для вам. Лично. Замечательно. Супер. На здоровье. Если стесняетесь, точнее даже не стесняетесь, если опасаетесь, думаете, что человек может это использовать для себя. Ну, в силу того, что вы еще друг друга не так хорошо знаете, например. Ну, конечно же, в этом случае лучше ничего не делать, да. И лучше не быть действительно ему обязанным, потому что неизвестно, как человек себя поведет. Абсолютно неизвестно, как он себя поведет и что он будет делать. Вот. Вот так. Особо подчеркнул, об этом уже сказал, но считаю важным напомнить. Особо подчеркнул, что... Очень важно, очень важно, при условии того, что у вас есть страх, если у вас есть страх. Какие-то страхи, если у вас есть. При условии этого, очень важно поработать с психологом для того, чтобы страхи убрать. Это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! ПОДПИШИСЬ!